Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулак 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 А журналисты выстроились в очередь с одним единственным вопросом. Зачем? Как признается дедуля, на столь экстравагантный поступок его толкнул телевизор. На мысль забрать все свое в мир иной меня подтолкнула передача про египетских фараонов. Бентли – это только начало. А дальше под землю планируется отправить и кое-что из домашнего скарба. Пару китайских вас, немного мебели, шелковые рубашки, золотые украшения, ботинки и, конечно, любимую шляпу. Вот она, моя любимая шляпа. А вот и футляр для нее, ну чем не гробик. В нем она будет меня дожидаться, прежде чем мы встретимся. Земляки экстравагантного дворянина вертят у виска, мол, жиру бесится наш граф, лучше бы помог нуждающимся. Но бездетный скупердяй решил иначе. Правда, поговаривают, что родня у миллионеров все же есть. И прознав прозорство богатого родственничка, они вроде как уже готовят ему теплое местечко в сумасшедшем доме. А то и деревянный макинтош для дальнего путешествия. И, само собой, без так необходимого старому графу багажа. Семейная жизнь одной немецкой пары началась с проверки на прочность брачных уз молодоженов. Рассеянность новоиспеченного супруга стала причиной сурового испытания для его возлюбленной. Возвращаясь в Берлин, после медового месяца, проведенного во Франции, молодожены Хольтец остановились на бензоколонке в городе Батхерсфель, чтобы заправить свой автомобиль, прикупить продуктов и прибраться в фургоне. До прибытия на автозаправку молодая супруга спала. На бензоколонке она покинула салон авто, ничего не сказав супругу и отправилась в уборную. Мужчина не знал, что жена вышла из машины, заправил автомобиль, пропылесосил фургон, погрузил в багажник продукты и, ничего не подозревая, отправился в путь. Только через два с половиной часа он заметил исчезновение супруги и обратился в полицию. История умалчивает, случайно ли или преднамеренно была подобная рассеянность супруга, но выяснилось, что все это время женщина терпеливо ожидала его на заправке. О том, как именно новоиспеченная супруга встретила мужа, источник не сообщает. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Необычный способ борьбы с никотиновой зависимостью придумал заядлый курильщик Ибрагим Юджель. В его голову пришла спасительная идея – соорудить из мотоциклетного шлема клетку – эдакое подобие пояса верности только на голову, а ключи от него доверить своей благоверной. У итальянца Джузеппа Колорусса странное увлечение. Он делает абсолютно бесполезные предметы быта. При этом некоторые вещи выглядят даже забавно, такие как египетские иероглифы на клавиатуре, квадратные скалки или столовые приборы с веревочными ручками. Взрослая версия интересной игры из прошлого предложена ярославскими мастерами. В чем суть взрослой версии старого доброго морского боя, несложно догадаться из увиденного. Важно, однако, что доступна она только для лиц старше 21 года. На праздник арбуза прагматичные австралийцы приходят только в старой и никому не нужной одежде. Ведь будет сложно не испачкаться среди тон арбузного сока, когда тысячу людей отчаянно соревнуются в мастерстве разбивки, этих крупных ягод бросают арбузы в кольцо, катаются на них и прочее, прочее, прочее. Британец Мэтью Хогг на протяжении всей своей жизни страдает от похмелья, не употребляя никаких алкогольных напитков. Его организм самостоятельно вырабатывает алкоголь из хлеба, картофеля, риса и других крахмалосодержащих продуктов. Неунывающий британец видит в своем необычном умении как минимум один плюс. Например, отпала надобность платить за алкоголь, если можно его произвести самому. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Пока-пока! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова